Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Серахова», 48 глава. В череде великих мужей Израиля приходит время воспоминуть одного из величайших пророков, особенно чтимых на Руси. И восстал Илья пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник, и навел на них голод, и ревностью своею умалил число их. Итак, признак пророка — это не только призывать благодеяние на народ свой, но и обличать его. И когда народ ходил вслед иных богов и поклонялся вслед за требованиями Изавели в языческих капищах и приносил жертвы богам, которые суть не боги, а бесы, то Илья являл величие Божье и огнем, незводимым на жертву, подготовленную пред ним, пред Богом, по слову Ильи, и заключил небо на три с половиной года, так что великой жаждой и голодом вразумлялся народ. Словом Господнем он заключил небо и три раза низводил огонь. Как прославился ты, Илья, чудесами твоими, и кто может сравниться с тобою в славе? Этого не забывали и апостолы Христовы, которые предложили Господу, когда он принят в одно из селений, как человек, имеющий лицо грядущего в Иерусалим. То сказали они, не помолиться ли и нам, как Илье, некогда, и низвести огонь на этот город неблагодарный и тебя неприемлющий. И Господь запретил им это, но видим, как жива была всегда, как и ныне жива память о великом пророке Божьем, совершавшем чудеса страшные. Ты воздвиг мертвого от смерти и из ада словом Всевышнего. Ты низводил в погибель царей и знатных сложа их. Ты слышал на Синае обличение на них и на Хариве суды мщения. Напрямую от Господа пророк Илья принимал указания по обличению беззаконных царей, потому и превосходил он страх человеческий. Хотя оставался он человеком и, боясь отмщения, скрывался и бежал далеко в пустыню в полном изнеможении. Так что песней его была скорбная и тоскливая. «Воззвание, Господи, пророков Твоих убили, алтари Твои раскопали, я один остался, и моей души ищут». Вот как взывал пророк к Богу Израилеву. И услышал от него твердое слово. «Не бойся, ибо я сохранил себе семь тысяч человек в Израиле, которые не преклонили колено предвалом». «Ты помазал царей на воздаяние и пророков в преемнике себе». И главнейший из преемников его, его ученик Елисей, который не прежде получил дар пророческий вслед за Ильей, как не проявил величайшего послушания и привязанности к своему Учителю, когда повелел ему Илья, знающий о своем отшествии от земли, просить, чтобы тот хотел от него, то Елисей попросил, «Пусть дух, который на тебе, на мне прибудет сугубо». Дух пророчества, дух святости. Илья и удивился этой просьбе, и признал невозможным для себя решить ее исполнение, но оставил это на дело Божье, на Божье усмотрение, ответив, «Ожесточил еси, просите, но если увидишь, как я буду взят от вас на небо, то увидишь исход мой, тогда явятся тебе эти силы, а если не увидишь, то не будет с тобой того, что ты просишь, ибо вот слово Господне». И в один из дней Илья сказал Елисею остаться на месте, где они пребывали, вознамерившись сам идти к Иордану, но таково было свойство подлинного ученика, и достойного принять великую благодать пророческого духа у Елисея, что он ответствовал отрицанием, и его послушание явилось не в точном исполнении слов пророка и наставника своему, а в неотступном следовании за ним. «Жив Господь, жив Бог, и жива душа твоя, но не оставлю тебя, буду следовать за тобой туда, куда и ты идешь». Так и некогда ученики Христовы сказали, тогда, как видели неотвратимое шествие Господа своего в Иерусалим, пойдем и мы, и умрем с ним. Но зрелище, которое открылось Елисею, это и было основанием для исполнения пророчества о преемстве духа пророческого Елисеем. Вдруг в небе появилась конница Израилева, колесница Израилева и кони его. И увидев это, Елисей скричал, и тотчас был восхищен Илья этой колесницей в небо, и только оттуда уже сверху бросил вниз милость свою кожаную одежду, которая прикрывалась тела его, бросил ее Елисею, который, подобрав, увидел в этом преемство служения, на которое призывал его Господь, и, испытывая эту милость, ударил ею несколько сгоряча по Иордану, надеясь увидеть чудо, которое и прежде видел от своего учителя, остановление и разделение Иордана. Но этого не произошло. И понял и этот призванный быть тоже великим пророком Елисей, что ни для какого уровня духовной жизни нет ослабления молитвенного труда. И чем выше становится человек по своему движению к Богу, тем больше страха Божьего и обращенности к Господу ради приумножения сил Божьих с Ним требуется с человека. И тогда он взмолился, «Где же ты, Бог Ильин, Апфо?» Он и поминает, и призывает помощь своего духовного Отца, он и именует Господа, и он взывает к Нему всем существом своим. Даже в этих кратких библейских словах видно, как глубоко взмолился Елисей как искренне, всем умом и сердцем, с призыванием помощи и своего Богом просвещенного наставника. И тогда совершается чудо, и Иордан останавливается и в течении своем, и рассекается, и видит Елисей, что осуществилось то, о чем он, чего он чаял, и что благоволил Бог даровать ему ради верности его своему наставнику духовному, ради его преданности Израилю, ради его готовности совершенно всей своей жизнью послужить Богу Израилеву, что и произошло и в его жизни, и даже после смерти, когда и кости его возвращали жизнь прикоснувшимся к ним. Ты восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратиться он в ярость, обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иакова. Ну, а здесь мы видим уже указание на события Нового Завета, «Ибо Илье надлежит, надлежало прийти и предуготовить путь Мессия, что и по свидетельству Господа и состоялось, ибо в духе и силе или иной явился Иоанн Креститель, который и был предтечей Господней и указал на него, и был первым мучеником во благодати, и именован Господом величайшим среди рожденных женами». И на этом еще не закончилось служение Ильи, пророка, спасению рода человеческого и по обетованию, по пророчеству запечатленному в апокалипсисе и во времена Антихриста явится как обличителем его и Енох, и Илья, которые и совершат свое последнее служение Церкви Христовой и обличат Антихриста и воскреснут на глазах у всех после того, как несколько дней пролежат убиенными посреди Иерусалима. Илья и Моисей были собеседниками Господа на горе Фавор. Вот сколь нетленная слава, о которой говорит премудрый наставник в книге своего наставления последующим поколением и ставя великих мужей Израиля в пример для всех поколений благочестивых богопочитателей. Блажены, видевшие тебя и украшены любовью, и мы жизнью поживем. Таким образом, не только блаженство святых воспевает наставник, но и тех, кто умеет любить святых и почитать их, и мы поживем жизнью тех, кто видели великих святых. Для нас обращение к иконам святых угодников Божьих, молитва к ним является могущественным источником для собственного утверждения. Илья сокрыт был вихрем, и Елисей исполнился духом его, и во дни свои не трепетал перед князем, и никто не превозмог его, ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало тело его. И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его. Множество чудес отражено в Священном Писании Ветхого Завета, совершенных пророком Божиим Елисеем. Среди них то первое, которое обнаружило в нем дарование пророка еще большее, чем на его божественном наставнике Илье, когда Иордан останавливался по его молитве с призыванием имени Бога Ильи Апфо, и воскрешал он мертвых, в том числе и отрока, родившегося у одинокой женщины, вдовы, по молитвам Человека Божия, по молитвам Елисея, а потом умершего внезапно, которому его попечением была возвращена жизнь. И по смерти могущество его мощей сказалось в возвращении жизни тому мертвецу, которого бросили его иноплеменники, спасаясь бегством от напавших внезапно на погребальную процессию язычников. При всем том народ не покаялся и не отступили от грехов своих, доколе не были пленены из земли своей и рассеяны по всей земле. И осталось весьма мало народа и князь из дома Давидова. Некоторые из них делали угодные Богу, а некоторые умножали грехи. Видим, что наличие святых в народе хоть и уберегают народ от бед, не стоит город без праведника. И по молитве одного из святых Израиля, который выпрашивал у Господа милости на город, если в нем окажется сто праведников, пятьдесят праведников, но не было и малого числа праведников, тогда как гнев Божий пришел на город тот, так и в Израиле, несмотря на великих святых мужей, сохранялось нечестие и отвращение общенародное от Бога своего, за что и не применули явиться последствия трагические для народа. Некоторые из них делали угодные Богу, а некоторые умножали грехи. Языкия укрепил город свой и провел внутрь его воду, пробил железом скалу и устроил хранилище для воды. Водни его сделал нашествие Синахерим и послал к нему Рапсака, который поднял руку свою на Сион и много величался в гордости своей. Языкия действительно явилась праведником среди уже нечестующих царей, среди народа беззаконующего и были восстановлены в Израиле языческие капища и только усилия языки не только по благоустройству улиц и водоснабжения города, но и возвращение к почитанию единого истинного Бога, вменяется ему в праведность. И потому отдал в руки его Господь врагов его, и тогда, как надлежало уже умереть ему, услышал молитву его и прибавил годы жизни ради того благочестия, которое видел в языке. Не будем и мы с вами забывать о том, что всегда желая здоровья и приумножения лет, многих лет желая друг другу, мы по преимуществу желаем того, чтобы человек укреплялся в благочестии, исполнял волю Господа своего, за что и получил бы не от нашего пения, пускай даже самого усердного, но от Бога всемогущего прибавления лет жизни своей. Тогда затрепетали сердца и руки их, и они мучились как родильницы, и воззвали они Господу милосердому, простерши к Нему руки свои, и святый скоро услышал их с неба, и избавил их рукою Исаии. Он поразил войско Ассириан, и ангел его истребил их, ибо языкия делал угодное Господу и крепко держался путей Давида отца своего, как заповедал пророк Исаия, великий и верный в видениях своих. Пророка Исаию называют пятым евангелистом. Настолько ясно в его откровениях образ грядущего, страждущего за грехи человечества Мессии был напечатлен. В его дни солнце отступило назад, и он прибавил жизни царю, и получив от Бога удостоверение в том, что прибавляется в годы жизни царю, сокрушенно плачущему и молящемуся об этом Господу, пророк Исаия возвестил эту от Господа великую милость. И великим Духом Своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе До века возвещал он будущее и сокровенное прежде нежели оно исполнилось. В последних словах дается разгадка к пророчествам ветхозаветным и новозаветным. Таково свойство пророчества быть разгаданным тогда, когда исполняется. И сейчас немало людей, пытающихся заглянуть в будущее, выстраивающих свои схемы системы, что и зачем сказано в Священном Писании, какие реалии сегодняшнего дня они обозначают, но истинный ключ в этих словах мудрого наставника, когда оно сбудется, тогда и станет ясно, что имелось в виду в пророчествах, которые произносились за много веков святыми мужами, духом просвещенными об этих временах. Потому и нам надлежит более благоговейно читая пророческие книги, соблюдать самих себя в порядках жизни духовной с тем, чтобы пришедшие события, ими предвозвещенные, не застали нас врасплох. заб mortа. Продолжение следует... Продолжение следует...